Количество наблюдателей, оформление информационных стендов, местоположение, видеокамер, уровень освещенности. Представители городской общественной палаты во время рейда по избирательным участкам интересовались буквально всем. Наша задача очень простая. Все ли сделано комфортно, готовы ли или нет у нас сами кабинки для голосования. Люди чувствуют себя уютно, приветливо, встречают избирателя или нет, с каким настроением приходят, сколько уже сегодня проголосовало, то есть как это идет. То есть мы снимаем в какой-то степени температуру, настроение, которое царит на избирательных участках. Представители общественной палаты в очередной раз делали акцент на том, что они выполняют неконтролирующую функцию, а лишь наблюдательную. Смотрят и оценивают готовность избирательных участков к визиту горожан, которые голосуют за президента страны. Все подготовлено, комфортно. Люди, сотрудники и наблюдатели улыбаются. То есть состояние праздника такого, который был у нас когда-то в детстве, оно присутствует. И это тоже радует. Напомним, что в течение трех дней с 15 по 17 марта барнаульцы на ряде избирательных участков также могли проголосовать и за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Представители общественной палаты высоко оценили работу волонтеров, которые помогали барнаульцам отдать свой голос за обновление общественных городских пространств. Валентина Аскерова, День с толком.